друзья всем привет с вами канал будда гришна вчера я снимал видео и это обратил внимание 12 человека как-то написали что чуть как-то вы слабовато говорите в том смысле что без особой энергии я старался во всех видео снимал чтобы отвлечься старался чтобы как-то старался снимать вчера в реанимации была моя бабушка моя любимая бабушка самая близкая мне бабушка которая меня вырастила я как родился у них у нее была дача и меня собственно после того как я родился в первое жилет и привезли туда и на этой даче я вплоть до конца окончания школы проводил каждое лето мы с ней вдвоем помню садились на автобус ехали туда в общем ну это мама моей мамы а всегда мама мама это самая близкая бабушка получается так у меня три бабушки мама папы мама мамы и получается родная сестра той бабушки как вы из названия поняли которая умерла сегодня утром родная это моя как бы двоюродная бабушка вот и так как в общем на даче дома у них были рядом мы получается постоянно то есть она для меня тоже одна абсолютно бабушка я не стала в прошлом году и вот стало известно довольно возрастной человек уже возраст но все равно это всегда такое событие тяжелое да все дело в том что в принципе достаточно сильный человек несколько лет назад она упала зимой и начала сдавать некоторое время лежала потом вроде как вроде травмы какой-то особо не было но начала сдавать ну считали что как бы это из-за вот того что лежала на 3-4 месяца зимой и слабовато себя чувствовала а вот дня два-три назад созвонились она была у мамы и появились рези в животе и и и а такой человек очень характерный я сейчас в двух словах расскажу я думаю что кому-то интересно будет отвезли на скорой в больницу и в больнице поставили диагноз рак слепой кишки причем удивительное дело что рак слепой кишки уже с метастазами в печени но удивительное дело что у нее были какие-то симптомы да там но более сильных вот как когда там уже такая прям до степень а а я прочитал ну и врач говорит что при раке именно слепой кишки какие-то именно болезненные такие вещи случаются именно нужно после такой безболезненное течение в основном а рези у нее была непроходимость то есть там была опухоль большая не было непроходимость но она не соглашалась в больницу ехать мама или уговорила и и отвезли прооперировали сделали удалили это сделали там какой-то кишку то в одну или как это называется общем вывели то что там масса что подходили наружу тяжелая очень операции для ее возраста 80 с лишним лет вот и в два дня она была в реанимации то есть вчера когда я снимал видео собственно мне врач звонил и я звонил как раз говорили что вот она на ивл и и после операции поместили на ивл и вчера пытались снять но снять не удалось потому что сердце недостаточность то есть возраст хотели сегодня попробовать вот ну получилось так что сегодня попробовали но бы не получилось вот немножко конечно и и вы знаете дело в том что хотелось бы сказать несколько слов как бы зафиксировать человек очень сильный дело все в том что она из совершенно маленького поселочка маленького поселочка встретила моего дедушку получается его очень рано не стало поэтому его никто не видел скажем тогда моя мама родилась как раз вот от их союза и когда они познакомились когда они познакомились бабушка они начали жить вместе и вот дедушка он был начальником участка на работе работа играл баскетбольной команде был капитаном команды то есть он был так очень спортивный очень такой высокий подающий надежды ну и шахтер начальник участка на шахте на бабушка родила маму она не училась то есть ну как замужем была то есть он зарабатывал обеспечивал все и когда маме моей было три года а бабушка была совсем молодая совсем молодой насколько там есть 23 24 25 такой возраст может даже меньше может 22 мой дедушка он погиб в шахте он спасал там была такая история она даже описана в книги в одной была такая история в общем работник шахты с которым вот они в шахту спускались и ученик парень молодой а вот они втроем спускались и я не совсем силен вот в этих шахтовых делах но короче как-то они спускались там не на лифте вот как-то там по какой-то лестнице куда-то они спускались и история такая что вот этот мужчина он первым был он упал и мой дедушка он понял что метан он же без запаха его невозможно понять он понял что метан начал кричать этому молодому и его вытолкнул оттуда чтобы спасти его пытался вытолкнуть но по итогу насколько я знаю они все втроем погибли вот и получилось так что бабушки не говорили боялись потому что она молодая кстати там ребенка родила только молодая как бы молодая девчонка без образования то есть кормилец единственный да и потом сказали и она осталась ребенком на руках одна похоронила мужа вот совсем молодые годы с ребенком на руках одна и как она рассказывала ну не знала что делать и потом она говорит я хожу по дому и слышу его голос тебе надо учиться например мне рассказать тебе надо учиться она работала библиотекарем работала в гардеробе гардеробщицей продаве по продавцом на почте ну то есть вот везде где без образования брали она работала и в двадцать семь лет по моему она рассказывала она поступила в вуз будучи уже человеком довольно взрослым она девчонкам было там ну совсем мало лет а ее двадцать семь уже они называли старая она говорила но так что вроде как она старше и она закончила вуз мама моя была на это время то с родственниками как раз погибшего папа и ее папа моего дедушки в казахстане в казахстане в алмате то значит круглосуточном детском саду читая интернат то значит у вот как раз моей двоюродной бабушки родной сестры бабушка который сегодня стала то есть пять лет пока моя бабушка училась в вузе мама была то там то там то там и она закончила вуз и в итоге закончив вуз довольно уже таком зрелом возрасте она довольно быстро учитывая ее очень такой жесткий я бы даже сказал стальной характер доработалась до замдиректора шахты это большая величина ну в таких шахтовых телах большая величина ну и в целом вообще для женщины в то время и в девяностые годы когда очень сложно жили все у нас получалась история такая что она там какой-нибудь там какие-то костюмчики доставала я помню то есть мама с папой естественно там молодая семья то там задок какой-то там привезет мясо то есть ну у нее была возможность достать короче и вот дача была дача была то есть мы все лето проводили на даче всегда с бабушкой всегда вот с этой бабушкой и в каком-то определенном возрасте они встретились с одноклассником с ее и начали жить вместе он даже я не могу сказать что там не родной дедушка что он так любил меня что ну как родной дедушка да вот то есть они жили определенное время потом когда бабушка вышла на пенсию и они перебрались там поближе к нам он умер вот у него было там твапом инфаркта два инсульта в итоге он умер в больницу забрали его и она похоронила второго мужа больше уже она естественно замуж не выходила и никаких там отношений не было хотя принципе прошло довольно много времени 30 лет после этого даже больше по моему может чуть меньше но где-то около этого вот и она конечно бабушка многому научила меня очень многому ну первых у нее не сгибами абсолютно был характер стальной характер на шахте другие люди на таких должностях не работают что очень много шахтеров это люди сами жесткие сами по себе а управлять ими руководить ими это еще нужно больше какие-то там негативные мнения или еще что-то и и они вообще не волновали эти люди для нее не существовали абсолютно никоим образом здесь она могла ответить любому так что вопросов дальше не возникало мое это мое ваше это ваше все вопросов никаких нет но она не любила напрягать это вот люди но это старая закалка принципе все такие люди советского воспитания не любила никого напрягать не любила никого как-то обременять и всегда говорила что самое большое что я не хочу чтобы в старости получилось так что вот там или без ума оказаться или лежать вот бывает же человек на лежит лежачий скажем так здесь она вот боялась больше всего вот этого и тут такая была как раз история вчера что если она поправится да вот то скорее всего так получится она будет лежачий ну вот она бы конечно этого больше всего не хотела для меня это просто чтобы понимали как бы бабушка ну бабушка там не родители я за довольно короткий промежуток времени у меня получалось ушло несколько человек папа первую очередь у меня умер да вот теперь получается бабушка которая собственно говоря это и есть самые близкие для меня люди на земле это вот папа это бабушка которая сегодня утром не стала до бабушка которая не стала в прошлом году она собственно говоря такая же родная для меня да и вы знаете дело в том что когда дедушки не стало вот второго я того не не знал же то есть я счета не родился даже когда он погиб шахте маме моей было три года всего а вот второго как бы мужа бабушки до моего дедушка я его знал естественно он умер когда я была втором классе я помню его и очень очень бабушка человек такой очень любила порядок то есть порядок во всем если зайти к ней домой вы знаете вот у я все поражался чистоте чистота просто вот идеальнейшая абсолютно никакого она просто не могла переносить какую-то грязь или что-то еще чистота идеальнейшая по комната цветов у нее было как оранжерея прям это очень было красиво и но вот чистота и дисциплина это наверное может быть от работы осталось может быть от но представьте вот осталась девчонка и она одна в принципе как бы люди по-разному могут свою жизнь до может сложиться но в то время это же не сейчас сейчас много возможности там дистанционно учись так учись сяк учись а в то время это было другое время это совершенно другие года если ты сколько то получается там 60 там какой-то год да это совсем другое время там вуз поступить это не так как сейчас сейчас можно вообще вон дистанционно пожалуйста поступаю можно никуда не ездить эти диплом пришлют но там или съездишь диплом заберешь все через компьютер тогда нет она была очень все это серьезно и чтобы поступить там надо было готовиться учить там все это то есть но уже возраст когда ты ушел далеко от окончания школы это нужно было мобилизовать такое количество сил чтобы все это сделать и она все это сделал и вот этот ее железный стальной характер воля вот это к тому чтобы конечно она очень переживала за все как и все сейчас наверное вот но так все быстро случилось забрали в больницу сделали операцию на его и вот буквально раз и все вот буквально я говорю вот я позавчера я не снимал как раз вот все это случилось вот 14 числа кто-то праздновал день влюбленных я как-то все-таки склоняюсь к 8 июля день семьи любви и верности но тем не менее 14 я не снимал поэтому 14 позавчера вчера думаю поснимали что отвлечься хочется как-то маленько и я вчера снимал поэтому никакущие общем потому что я снимаю мне врач звонит параллельно вот что динамика отрицательная потому что сердце сердце в возраст как бы операция тяжелая наркоз там там целая история там много всего ну что еще хочется бабушки сказать спасибо огромное господу богу что такой человек был моей бабушкой для меня это очень важно потому что высшей степени человек вот вы знаете культурный интеллигентный воспитанный вот и и большинство этого сделал сам сам с собой понимаете то есть это для меня был всегда пример того как человек сам себя сделал понимаете вот из молодой девчонки которая осталась одна с ребенком на руках сделал сам себя обеспечивая не только себя но и семью дочери по факту получается по факту да и не только семью дочери устраивая людей на работу знакомых зарабатывая то есть воспитав себе характер волю дисциплину это вот человек сделавшись сам себе абсолютно от от а до я то есть не было никого кто бы рядом был ее там заставлял что-то делать еще что-то там куда-то идти нет она сама все сделала своей жизнью и для меня это всегда было примером просто абсолютнейшим прошлом году я был и мы ездили уже женой с детьми и я вы знаете ну в магазине встретил так дома в основном а так в магазине и там помогли я там купил огурчики помидорчики картошечку грудай донесу и обратил внимание тяжело идет она с палочкой стала ходить как-то так со стороны нужно смотрю что думаю что-то как-то послабее настал а мы не знали никто не знал что у него такой диагноз есть и она ничего не как то у нее не проявлялся никак понимаете в чем дело а она не врачей никак не воспринимала заставить ее куда то обследовать это было просто невозможно сделать то есть человека с таким характером куда-то его это это невозможно вот даже сейчас мама говорит у нее резко началось из тоже не проходимость не проходимость она с третьего раза только согласилась на скорой поехали больнице отказывалась я ходить и ими болями она отказывалась куда либ опذه врача А уж просто так, когда их нет, там беспокоят стул, например, да, вот эти проявления были, это просто невозможно, просто невозможно. Ну вот мы ездили, ездили на дачу, это было, может, два года назад так, и она уже слабо себя чувствовала, мы с ней вдвоем еще, она помидорки взяла по весне, я говорю, зачем ты помидорки, куда ты их везешь? Я говорю, ну ты все равно, много там, уже сил нет делать это все, но все равно, я понимал, что ей нужно чем-то заниматься, мы с ней вдвоем эти помидорки все привезли, все это посадили, я все это спокойно, я понимаю, что это она делает, потому что ей, человек привык за всю свою жизнь это делать, вот весной надо посадки делать, все. Вот мы это с ней все сделали, посадили, все эти помидорки сделали, я потом их поливал, там уже один еду, она мне говорит, слушай, полей там, я говорю, все сделаю, все сделаю, потому что я понимаю, что ей не помидорки уж сами-то важны, сколько там их снимет этих она помидорок, она ничего не снимет, скорее всего. А вот сам процесс, скажем так, понимаете, что ей нужно это вот почувствовать, что она еще делает что-то, я обязательно, конечно, это все сделал. Ну, в баню она уже не смогла пойти, в баню уже она не пошла, я натопил один, два, три раза, но она боялась уже упасть, не пошла, слабо себя чувствовала. Вот такой путь земной, тяжелый путь, тяжелый путь прошла она, и она всегда рассказывала про такой вот период своей жизни, когда она была молодая совсем, когда вот первый ее муж, первый, наверное, единственный, скажем так, потому что с дедушкой, со вторым они встретились, жили вместе, долго жили вместе, ну, первый муж, который, она родила маму мою, который погиб в шахте, получилось у нее так, что у нее погиб муж, она рассказывала, там буквально через два месяца умерла мама, и еще там буквально через два-три месяца отец, вот так вот она прям похоронила прям буквально подряд. Несмотря на это, вот эту чудовищную ситуацию, она нашла в себе силы пойти, пойти учиться, делать ради дочери, она делала все это ради дочери, чтобы дочь отучилась потом в УЗИ там и так далее. Вот такой человек очень сильный. Сегодня утром ее не стало, моей любимой бабушке. Еще раз скажу, я Богу благодарен, вчера я вот долго, и интересно, вот когда были, там у нее иконка стояла, мне очень нравилось, Иисуса Христа, и она мне ее подарила. Вот она стоит здесь у меня. И вчера долго я стоял перед ней и просил, я говорю, пусть, ну вот как вот ей лучше будет. Пусть как будет ей лучше, как Господу Богу угодно, ну и как ей вот будет лучше. Врачу говорю, она в реанимации на ИВЛ, я говорю, она, ну и говорю, можно, просьбу одну, говорю, можете подойти, сказать, что внук звонит, что он очень любит, скоро приедет. Ну и он вроде сделал. Ну я сейчас еще не звонил, не знаю, в общем, отреагировала она как-то на эти слова или нет, потому что они не могли сказать точно, реакция есть или нет, но говорит, она выполняет команду, когда говоришь, повернись налево, повернись на правый бок. Ну, значит, я так для себя сделал, что она понимала, что происходит. Ну это два дня было. Вот, а у мамы, у моей был инсульт, был он буквально недавно совсем. И вот сегодня утром, скажем, со своими осложнениями у нее, да, там, ну, проблемами, такие вот как бы новости, понимаете, да, мама умерла. И тут, ну, понимаете, да, то есть не только бабушка, а тут еще разные моменты как бы. Вот. Хотелось рассказать, поделиться и вам, и самому себе. Вот, поэтому спасибо Господу Богу еще раз скажу, что такой человек, человечище, человечище, не ищущий там, не пытающийся, прямо, не пытающийся скрыться за какими-то масками, нет. Вот прямо говорящий все, что он думает, абсолютно, без всяких каких-то там моментов, вопросов, еще чего-то. Что-то еще хочется сказать? Как-то не хочется так, вот, как-то засвидетельствовать хочется, что ли. Я горжусь, горжусь, просто горжусь, что когда дедушке не стало, второго, вот уже, когда я учился, второй, третий класс, я год ходил к бабушке ночевать, год, потому что, говорю, ну как, вот она одна, мы тут, я год ходил, практически жил у нее. То есть, она, это для меня, ну, она любила меня, вот, есть человек, который любит больше всего на свете, наверняка у каждого есть такой человек, бабушка, дедушка, мама, папа, бывает это брат, сестра, у всех по-разному. Так вот, если не брать родителей во внимание, да, ну, родителей, это человек, который любил меня больше всех, пожалуй, даже больше, чем родители, потому что это внук, вы знаете, внуков любят больше, чем обычно детей, потому что уже какие-то ошибки свои осознали, человек взрослый, и вот она любила меня, ну, вот больше всех на свете. Это человек, который, вот, дарил любовь, и, когда я звонил, умилялся звонку и говорил, вот, больше всех на свете. Я сегодня потерял человека, который любил меня больше всех на свете, на земле. Ну, ладно. Я понимаю, что на фоне сейчас ситуации, которая происходит в нашей стране, и того, что люди теряют в Белгороде, вчера просто это ужасное произошло, когда я увидел коляску прошитой, и вот этот маленький ребенок, понятно, что проживший жизнь человек, естественно, это не сравнить, там, да, ребенок, там, четырехмесячный, по-моему, там, до года погиб в Белгороде, это ужасно, это вообще просто представить себе сложно. Но, как бы сложно ни было, это жизнь, это человек в любом возрасте, близкий человек, он равный абсолютно, вызывает эмоции, скажем так, с точки зрения тяжести переживаемого. Ну, конечно, умом ты понимаешь, что, условно говоря, жизнь человек прожил, и прожил очень, скажем так, тяжелую жизнь, но в то же время жизнь, целую жизнь. Она уже сама под конец говорила, что я устала, я подустала уже, как бы и хватит, она говорит, ну, сколько можно уже жить. Вот, ребят, поэтому такая история приключилась, я не рассказать вам не могу, потому что я с вами всегда откровенен, и то, что случается, рассказываю откровенно. Ну, и это на съемках немножко отразится, потому что довольно сложно сконцентрироваться на каких-то новостях, вот, это все как-то немножко, конечно, вы понимаете меня, я думаю. Вот, друзья мои хорошие, такая случилась история сегодня, вот, сегодня, это вот, буквально несколько часов назад я узнал об этом. Вчера еще, чтобы маме не сообщали, позвонил врачу, телефон и переписал на свои, чтобы мне сообщили первому, чтобы маму там как-то, ну, подготовить или кого-то там как-то. В итоге вышло так, что мама почувствовала, сама первая позвонила, ей сказали, ну, в больницу приехать, они там не говорят на расстоянии, в больницу она уже приехала, потом ей сказали в больницу. Вот, люблю тебя, бабушка, очень сильно, спасибо тебе большое за то, что ты была столько лет рядом, за то, что ты много чего мне дала, за то, что ты воспитала меня, привила мне очень много того, что мне помогает сейчас в жизни. Спасибо тебе огромное за то, что, вот, это была именно ты, тебя очень люблю. Друзья, ну, и чтобы это на каком-то таком трагедизме не заканчивалось, все-таки скажу, что с вами был Будда Гришна. Мне всегда приятно смотреть на людей, вот я скажу, не скрывая свои эмоции, я не люблю скрывать их. Кто-то вот говорит, например, там, снимаешь себя на спорте, там, снимай себя, как ты там уже, не знаю, побегал или там позанимался, красиво, чтобы это было, а я не люблю. Я люблю, вот, знаете, смотреть то, что есть на самом деле, то, как есть. Вот человек бежит, пусть у него слюни летят там с соплями, но смотреть вот именно на это. Как человек вот именно делает это. Искренне, абсолютно как-то вот без каких-то попыток как-то вот что-то придумывать и так далее. Я так и видео свои снимаю абсолютно. Абсолютно искренне, то, что думаю, то и говорю. Иногда, конечно, и это не очень-то, иногда и помолчать надо, собственно говоря, но вот я так. То, что думаю, то и говорю. Вот, друзья мои хорошие. Конечно, есть люди, которые и в бабушке, мы иногда говорили об этом. Она знала, собственно, что я веду блог, она и видела иногда, и смотрела. И какие-то вопросы там, завистники, независтники. Ну, всегда будут эти люди, которые... Знаете, я никогда не думал, что можно кого-то... Я имею в виду вот так, да. Мы обсуждаем публичных личностей. Публичных личностей с точки зрения гражданской позиции, с точки зрения влияния на молодежь. Да и не только мы обсуждаем. Мы и социалку, и операцию, всё. В телеграм-канале, так я сейчас стал реагировать вообще на многие новости, просто кружочками записывая. Но мне казалось всегда, что если ты видишь, что у кого-то что-то лучше, или тебе хочется так же, как у кого-то, сядь и делай так же, чтобы у тебя было, как у кого-то. Что для этого нужно что-то делать. А есть люди, которые понимают, что им хочется так же, как вот у кого-то, но вместо того, чтобы сесть и делать, и чтобы добиться этого самому, участь у кого-то, ещё что-то, люди предпочитают с говном сравнять, извиняюсь за вооружение. Ну, понимаете, да, о чём я говорю? Начинать как-то поносить там туда-сюда. Есть большая разница, ещё раз скажу. Потому что кто-то скажет, ну, вы же сами обсуждаете людей, публичных личностей, да? Это правильно. Но мы обсуждаем и на публичных личностей, с точки зрения их влияния на страну, на молодёжь. А я сейчас говорю о конкретных людях, когда это может быть в рабочем коллективе, то ни на кого не влияет, да? Может быть, там, на Ютьюбе. Здесь тот же самый мирок, только, условно говоря, такой, знаете, виртуальный. Поэтому вот есть два момента. Есть те, кто, если хочет, как у другого, он будет сидеть, например, переходить на другую работу, да, например, там. Или, если это брать Ютьюб, как-то снимать по-другому, придумывать что-то, там, как-то менять себя, учиться. А есть те, кто выбирает, ну, не получается у меня так, я буду, вот, не знаю, сидеть на работе, там, в отделе. Вот мы с бабушкой об этом говорили, да? Когда она работала, много ей пришлось пережить, потому что она и пришла на работу уже позднее, она была более старше, чем остальные. И в ВУЗе она училась, она была старше. Есть люди, которые, да, а есть кто, условно говоря, будет сидеть и зуб точить, что у него не получается, и вот он будет сидеть, и это. На таких людей лучше не обращать внимания, на самом деле. И как моя бабушка говорила, всегда видеть, понимаете, будущее, цель. Цель, куда ты идешь вперед. Все остальное люди, вот, они могут приходить, уходить вот туда. Туда, 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 кто, кто вот такой. Но это вот туда, туда, не вперед с тобой вместе. Вот хотелось еще об этом сказать. Много уроков, тут и не скажешь. Но бабушки и дедушки, это, я считаю, это просто, вы знаете, это кладезь мудрости, и это обереги просто, обереги молодого поколения. Потому что это те люди, которые несут в себе такую, такой жизненный опыт. Вот это советское воспитание, и вот настолько правильные жизненные ценности семьи, уважения к старшим, того, как нужно общаться с людьми и так далее. Что бабушек и дедушек нужно беречь, любить, всячески оберегать, хранить как можно дольше. И учиться, учиться и учиться у них. Потому что бабушка и дедушка, это все. Это основа основ сейчас. Это на данный момент, я считаю, фундамент. Потому что это те люди, которые могут передать колоссальные важности и правильности знания подрастающему поколению, которое сейчас качает всяким дерьмом. Я имею в виду шоу-бизнес, я имею в виду фильмы, я имею в виду всю вот эту шушеру. Бабушки и дедушки, это именно те традиционные, как я говорю, единственные правильные ценности, которые они передают уже вот в семье непосредственно. Ладно, друзья, я заканчиваю. Полчаса я уже говорю. Мне стало легче. Спасибо вам всем. Кто досмотрел до конца, поставьте плюсик. Интересно, кому все это было интересно. Больше я, наверное, это все себе сказал. Я вас всех люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что есть такая возможность с вами вот так пообщаться, поговорить. Я сейчас как будто говорю не из камеры какой-то. Уже давно, на самом деле, да. А как будто вот вы все передо мной. И меня слушаете, и я вам это рассказываю. Спасибо вам всем, друзья. Вот такие дела. Ладно. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал «Традиционное окончание». Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Успехов вам всем. Здоровья. Берегите своих близких. Берегите бабушек, дедушек, мам, пап, братьев, сестер. Берегите жизнь. И знайте, что... Знайте, что... Заканчивается все очень быстро порой. Очень. Очень быстро. У меня отец уехал по делам. А на следующий день привезли его уже неживым. Бабушка у меня... Вот я разговаривал с ней, внуков показывал. Два-три дня назад. Положил трубку. А сегодня утром уже ее не стало. Поэтому берегите своих близких, друзья. Цените каждую минуту этой жизни. Никакой... Я когда читаю стресс, депрессия, там еще что-то... Ничего подобного быть не должно. Посмотрите на это небо. Посмотрите на все вокруг. Это жизнь одна нам дана. Нужно ее любить, ценить. И быть благодарным Богу и высшим силам. За то, что она у нас есть. За то, что у нас есть величайшая возможность в сегодняшнем дне дышать. Говорить. Кто-то обижается на кого-то. Не созванивается, не разговаривает. Такая ерунда вообще абсолютнейшая. Говорите то, что думаете. Говорите то, что чувствуете. Любите. Делайте то, что вам хочется, если вы давно откладываете, не откладываете. Это вы, может, завтра уже не успеете сделать. Это жизнь, вот она. На кончиках пальцев. Любите, дышите. Ошибаетесь. Делайте правильно, я не знаю. Но живите, главное живите. Все, друзья. Пока. Всем пока.